Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем разбирать второй сервис ТОУР Креатор. Но прежде чем начнем разбирать, немножечко по тем моментам, по той работе, которую сегодня, собственно говоря, должны уже сдать. Пока принято две работы. Сделали Елена Кабанова и Екатерина Лукина. Выполнили работу в этом сервисе. В принципе, работа нормальная, хорошая. Основные элементы по работе с этим сервисом усвоили. Выполнена еще одна работа по второму сервису. Это сделала Елена. Она ознакомила, разместила эту ссылочку в группе «Самоучительская» и познакомила с «Одессой». Вот сегодня мы как раз будем и разбирать. Значит, я опущу момент регистрации. Здесь в инструкции прописано все нормально, и я думаю, что не вызовет трудности при регистрации. А сразу покажу возможности этого сервиса и как он работает. Вот я подготовил сервис. Вот он выглядит таким образом. Сервис англоязычный. Но можно переводить на русский язык, и тогда, собственно говоря, будет более-менее понятно. В данном случае я использую Chrome, и Google Chrome позволяет мне это делать. Итак, нажали кнопочку «Начать». Открывается, собственно говоря, та ссылочка, то окно, где можно будет создавать разнообразные экскурсии. Мы с вами видим здесь новый тур. Вот рекомендую посмотреть вот эту вкладочку. Здесь собрано огромнейшее количество, ну не огромное, но собраны самые лучшие работы. Вот вы можете здесь познакомиться с этими работами для того, чтобы появилась, по крайней мере, идея, о чём можно сделать тур. Ну, мы с вами будем создавать новый тур. Нажали на кнопочку «Новый тур». И вот, собственно говоря, начинается наша работа. Ну, здесь что мы с вами делаем? Первое, что название тура. Я приготовил материал и по своему родному городу, Ростову-на-Дону. Ну, давайте дадим название «Южная столица», например. Грица. «Южная столица». Здесь небольшое описание, о чём будет тур. «Южная столица». То есть какая-то краткая, кратенькая и, собственно говоря, загрузка фотографий. Ну, это будет своеобразный, титульный такой вот слайд. Я то же самое приготовил. Вот он у меня на рабочем столе. И фотография загрузилась. И всё. После этого мы с вами нажимаем на слово. Да, присваиваем, прошу прощения, категорию. Вот. Ну, посмотрим. История здесь. Кто владеет английским, легко переведёт. Но пускай будет арт. И я нажимаю «Креат». Вот здесь сразу же открывается карта Google. Мы с вами видим, да. Но открывается она всегда в одном и том же месте. Это, если мне память Сан-Хосе, это там, где, собственно говоря, находится, по-моему, штаб-квартира этой компании. Но нам надо совершенно другие какие-то территории. Вот я вижу, у меня есть Ростов-на-Дону. И я просто сейчас возьму Ростов-на-Дону. Вот. Попробуем вот таким образом. Мы с вами вставляем сюда. Вот Ростов-на-Дону. У меня уже выскакивает подсказочка. Я нажимаю и перемещаюсь в Ростов-на-Дону. Но мне не надо вот этот дворик. Я хочу найти что-то другое. В этом случае увеличиваю карту таким образом, чтобы я мог видеть эту карту, этот город. И мне нужна Большая Садовая улица. В данном случае я хочу Текучево. И сейчас мы найдем Большую Садовую. Вот она, Большая Садовая. Вот где-то мне вот это место как раз и нужно будет. Я беру нашего инопланетянина, я его таким образом назвал, и перетаскиваю его вот на это где-то место. Вот. Вот на это место я его перетащил. Итак, я уже нашел то, что мне нужно. Нажимаю на кнопочку. И соответствующим образом я оказался в том месте, что мне нужно. Так, сейчас я... А мне нужна Большая Садовая. Я открыл наш сайт. Вот. Итак, Большая Садовая. Скопировал название. Вставил название. Все. Здесь я могу дать описание. В данном случае я не буду далеко ходить. То же самое. Скопировал. И точно так же вставил. Вот вы видите, да? Вставил. Вот здесь можно и нужно добавлять звуки. Вы можете добавить звук, найдя предварительно какие-то записи. Это может быть или песня, или просто музыка. Можете наговорить сами. Вот. Ключил вот эту кнопочку. И тогда ваша речь будет записана здесь. Также вы можете добавить сюда фотографии. Ну, например, вот смотрите. У меня здесь есть несколько фотографий. Вот я выбираю, например, эту. Сохранить изображение. Как? Сохраняется. Обращаю внимание на расширение, чтобы не сохранялась целая страничка. Вот я сохранил. И вот она у меня есть. Теперь я беру. Ну, предположим, где-то я вот здесь хочу добавить изображение. Вот выбираю изображение. И просто-напросто взял, перетянул его. Все. Загрузилось. Я могу добавлять еще сюда изображение, но больше не буду. Итак, вот перетащил его таким образом, чтобы можно было вот смотреть. Ну, вот удобно. Хорошо. Ну, и запишу городская дума. Городская дума. Дума, по-моему, с большой. Пускай будет. Будем уважать депутатов. Все. Можно здесь то же самое дать описание к этой фотографии. Вот что это такое. В данном случае, я не знаю, есть. Большая, малая, расположенная и так далее. Но не буду я искать. То есть, вот сама основа. Вот таким образом, когда вы создали уже первый слайд, и все у вас нормально, все получилось, вы можете, нажимаем на эту кнопочку, а опять же, вы переходите на то место, которое вам нужно будет. Ну, в данном случае, я сейчас посмотрю, что тут у нас есть еще с адресом попробуем. Ну, вот, парамоновские склады. Попробуем, перенесет ли нас в сервис сразу копировать. В этом случае я убираю это. Что-то, что-то, что-то. Вот есть, а нет, нижняя бульварная улица 27, да. Вот, и соответствующим образом меня перенесло. Вот как раз это и есть те парамоновские склады, которые когда-то здесь были, а сейчас на самом деле это заброшенное место. Вот, я соглашаюсь, что с этим. И, опять же, даю надпись «Сквады». Описание можно сюда добавить, также добавить звук, можно добавить фотографии. Давайте попробуем мы с вами добавить какую-нибудь фотографию сюда. Вот, ну, вот фотография пусть такого рода будет. Сохранить изображение как. Опять же, проверяю, вижу парамоновские склады, уже здесь есть название. И соответствующим образом я добавляю сюда фотографию. Также можно добавить звук. Вот, и так далее. То есть, вот эта основа, вот таким образом от слайда к слайду вы создаете какую-то экскурсию на определенную тему. После того, когда вся экскурсия будет создана, мы с вами нажимаем на паблиш, публикация. Идет публикация этой работы. Посмотрите, проверьте. Если вы поставите сюда отметку, то никто не увидит. Должно быть публикация. Все, нажимаю на кнопочку. Вот, прошла. Так как здесь мало слайдов, она пройдет быстро. Вот она ссылочка. Я ее скопировал, эту ссылочку. Закрыл. И проверяю. Как правило, я всегда проверяю в другом браузере. У меня установлен браузер, который никогда не сохраняет никаких ссылок. И все созданные работы проверяю здесь. Будет ли работать данная ссылка. Все ли я правильно сделал. Уже вижу, что все правильно. Южная столица. Описание какое-то тут будет идти. И идет загрузка. То есть, это уже меня удовлетворяет. То, что выполнено все верно, все правильно. Вот таким образом. Теперь, пожалуйста, вопросы. Что и как здесь вам непонятно. О чем еще стоит сказать. Что стоит еще добавить. По этому сервису. Пишите в чате, я увижу. Спрашивайте, спрашивайте. Говорите. Спасибо. Пока понятно. Хорошо. А когда первую работу будем сдавать? Со второй понятно. Если что-то надо по первой. Давайте по первой я подскажу. Может быть, не все было ясно и понятно. Так. Я понял. Так, сейчас Екатерина нам что-то скажет. Так. Продолжение следует... Давайте я как бы продолжу. Смотрите. Вот я нажал, у меня открывается, опять же, непонятно что. Я просто оставляю город Ростов-на-Дону, чтобы мне долго не искать. Если я хорошо знаю город и знаю, где какие находятся интересные объекты, да без проблем. Посмотрите. Я приближаю таким образом, чтобы мне можно было видеть сам город. Его улицы. Я уже знал конкретно, где какая улица мне нужна. И вот смотрите. Вот я взял этого желтого человечка, перетаскиваю его в Комсомольский парк. И вот я уже здесь. Или там перетаскиваю его на какой-то перекресток. То есть смотрите, где подсвечено вот этим синим цветом. Отпустили. Все. Уже адрес, вот он прописан. 159 номер переулок Халтуринский. Все. Нажали. И все это добавилось. То есть здесь можно не обязательно. Но просто удобно, когда уже адрес есть. Просто таким образом облегчается работа. Ни больше, ни меньше. По поводу звука. Вот сейчас я, давайте, я не подготовил, не готовил, так нет. Но сейчас скачать. Достаточно легко можно найти. Вот классическая музыка. Спокойная классическая музыка. Слушать онлайн. Все. Спокойно скачиваете любую музыку. Ну, прослушав, если вам это важно. Ну, здесь я уже на этом сайте был. Я знаю. И смотрите. Вот я нажал сюда. У меня открылось окошко. Просто-напросто я перетянул. И опять же соглашаюсь. Все. Музыка уже здесь. И когда я буду просматривать работу. Вот сейчас я открою какую-нибудь свою работу. И покажу. Сейчас. Ну, вот. Государственный Эрмитаж. Ее делал недавно. И вот, смотрите. Дворцовая площадь. Я переехал на Дворцовую площадь. Ага. Здесь у меня в этом. Да, она сейчас в режиме редактирования. Сейчас я открою ссылочку. Как ее будут видеть пользователи. Вот. Вот я скопировал. Вот. В таком виде будут видеть пользователи. Вот достаточно нажать, включить шумовой фон. И сейчас. Обратите внимание, что каждому слайду своя музыка. И опять. То есть каждому слайду своя музыка. И вот таким образом. Вот здесь у меня шесть слайдов. И шесть разнообразных музыкальных роликов. Вот это тоже понятно. Да? Еще вопросы? Задавайте вопросы, пока есть возможность. Понятно все. Ну что, тогда будем надеяться, что в ближайшее время появятся работы и по второму заданию. Третье задание уже потом мы с вами поговорим, обсудим. Там немножечко чуть-чуть по-другому будет. Но есть некоторые особенности у третьего сайта. Но это уже через неделю встретимся. Спасибо вам, что пришли, что прослушали. Всего доброго. До свидания. Жду работы. Жду. Все. Отключаюсь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok